Всем привет! Хочу почитать вам главы из книги Тайны нового времени Кира Булычева Доктора исторических наук Глава называется Ты не сын мне Или испанский принц Дон Карлос Известно, что В 1568 году Король Испании В сопровождении нескольких офицеров Ворвался в апартаменты своего сына Наследника престола Дона Карлоса И поднял его с постели Затем испуганного полуодетого принца Судили тайным советом королевства И приговорили к заточению В дворце Принцу было запрещено переписываться С кем бы то ни было И кого-либо принимать Дон Карлосу только что исполнилось 22 года Слуги о загадочном аресте Наследного принца Распространились по всей Европе При европейских дворах Говорили, что Дон Карлос В душе был сторонником протестантов Которых столь страстно Уничтожал его отец Через полгода Неизвестности Королевский двор в Мадриде Официально сообщил Что наследник Престола Дон Карлос При скорби Скончался от желудочных колик И нет ничего удивительного в том Что мало кто в Европе Поверил официальной версии Тайна осталась тайной Несмотря на то, что писатели И даже композиторы Придумывали множество собственных версий Главный из них Предложил великий драматург Фридрих Шиллер В 1787 году Он написал драму В стихах Дон Карлос Там речь идет о несчастном Благородном принце Который полюбил свою мачеху И восстал против деспота отца Еще через столь и другой Великий творец-композитор Верди Написал оперу Дон Карлос В основу которой Легла драма Шиллера Но оказывается Что Дон Карлос Никогда не был Ни молодцом Ни героем В 18 лет Он был хилым Сутулым юношей Костноязычным И психически Неравновешенным Уродцем Который весил всего Всего-то 34 килограмма Правда Кое в чем Карлос был Достойным наследником Своего отца Говорят, что в детстве Филипп Приказал соорудить себе Необычный клавесин Ящик Разделенный на отделение Куда сажали кошек А вместо Молоточка С мягкими головками В этом клавесине Были гвозди Филипп нажимал На клавиши Гвозди Им впивались Несчастных животных И те Отчаянно мяукали Юный принц Считал это Очень веселой музыкой Ну а его сын Дон Карл Стал учить Не кошек А зайцев Он сжарил их Живьем Порой у Карлоса Случалась вспышка Дикой пьярости Во время одного Такого припадка Наследник престола Пробрался в Корлевскую конюшню И выколол глаза Нескольким Лошадям В университете Куда его отдали В попытке Хоть чему-нибудь Научить Он погнался За горничной Потерял на равновесие И ускатился По лестнице Карлос разбил голову Так сильно Что хирурги Которые делали операцию Вырезали Из его головы Кусок кости Но умнее от этого Принц не стал Низкого мнения Дони Карлоса Более иностранцы Посол Священной Римской империи Полагал Что наследный принц По уровню Устинного развития Не превосходит Семилетнего ребенка Легенда протестантских Наклонностей Принца родилась Вернее всего Из-за его вражды С командующим Испанской армией Герцогом Альбы Альба Принца презирала Относился К числу вельмож Полагавших Что этого Недоумка Ни в коем случае Нельзя допускать До власти Герцог даже совершил Наглый поступок Который сошел ему с рук Только виду его Огромного влияния В стране В 1560 году Дона Карлоса Провозгласили Наследником престола По торжественной церемонии Альба Забыл в кавычках Опуститься на колено Перед юношей Ненавидя Альбу Карлос заявил Что отправится в Нидерланды И примет там Командование войсками Возник скандал Собрался госсовет Испании Кортесы Специальным постановлением Совет запретил Дон Карлосу Ехать в Нидерланды И мешать дерзку Принц заявил Что став королем Лично расправиться Со всеми вельможами Которые проголосовали За такое решение А когда Альба Пришел во дворец Чтобы попрощаться С королевским семейством Перед отъездом На войну Принц набросился На него с кинжалом Не получив полномочия От госсовета Дон Карлос В бешенстве Кинулся к своему дяде Хуану Австрийскому И заявил Что все же Прорвется в Нидерланды И станет там Во главе Восставших Против его отца Голландцев Тут уж Филипп Который до того Старался как-то Смягчить Последствия Безумных выходок Своего старшего сына Был вынужден Принять решительные меры В письме К Альбе Филипп писал Что вынужден Изолировать сына Пока тот еще Чему-нибудь Не натворил И надеялся Что испанский народ Воспримет это Но и спокойно Полгода Карлос находился Под домашним арестом Ему ни в чем не отказывали Кстати психические заболевания Принца проявлялась И в том Что у него Очередовались Периоды Голодок И обжорства В жаркий день Лето 1568 года Дон Карлос Потребовал обильный обед И съел Не только пирог С куропаткой Блюда мяса И различные Пряные кушания Но еще и запил Эту жирную пищу Водой со льдом Через час Или даже менее Того Принц получил То что Звалось тогда Заворотом кишок И к вечеру В мучениях умер Отец же не посмел Пройти к сыну Потому что Как сам писал Сестре Боялся Что его вид Вызвит у Карлоса Еще более сильный Приступ к мему И безумию После смерти Дона Карлоса Умерла Лизавета Которая рожала Филиппу Только девочек Испания осталась Для наследника Филипп срочно Женился на своей Племяннице Анне Она родила Четырых детей Но все они умерли В младенчестве Проклятие Преследовало Испанию И лишь пятый ребенок Последней жены Филиппа Оказался мальчиком Который И вступил на престол В 1598 году Сменив на троне Самого могущественного Неудачливого И несчастного Короля в Европе К тому же Несколько столетий После его смерти Люди Продолжают считать Филиппа Убийцей Собственного сына Ну вот Примерно так Написано В книге Кира Балычева Тайны Нового Времени Глава Ты не сын мне Испанский принц Дон Канус Пока-пока До свидания Субтитры создавал DimaTorzok